Ну, в общем, я вчера это килькой вливала просто дальше, чем видела. На 28-й неделе. Это первый момент. Второй момент. Мне сегодня приснилось, что я играю в баскетбол с Филиппом Киркоровым. А, это второй момент. Третий момент. Я вот сижу и уже полтора часа читаю про серийное убийство. Я в связи с этим совсем думаю, настолько ли хорошо влияет на меня вот этот вот 12-часовой сон на карантине. Ну, как в карантине тоже. Вот так ли он хорошо на нас влияет, вот этот вот сон? Или нет? Либо же, может быть, было дело в духоте, поэтому мне приснилось такой сон. Потому что Артемий Панкратов, который в голове своей уже переболел коронавирусом примерно раз 65 за последние две недели. Примерно 65 он уже у себя диагностировал, вылечил, значит, снова заболел. 65 раз это. Вот, он прочитал, он не спал всю ночь опять, нахуй спать, если можно гнать панику, правильно? И он, значит, вычитал где-то, что вот при 30 градусах жары, как бы, вирусу уже сложно жить в квартире. Он, причем, искренне верит, что вот мы живем, да, вместе, но он может болеть и может меня не заразить. Вот, например, потому что я-то у меня явно нет коронавируса. Это же загадка с медицинской точки зрения. И поэтому он решил въебать жары, жаришки въебать, и поэтому было спать очень некомфортно. Может быть, поэтому Филя пришел, я не могу понять. Филя пришел, и пришло желание читать про убийство. Причем, я знаю все, что происходит, вот эти все новости про коронавирус, я все знаю. Потому что я в полседьмого встала чисто поссать. Ну, поссать. В полседьмого утра прохожу не Мартеля, а он меня, а он просто маньяк. Маньяк. Ну, это слово маньяк. Поймал меня и рассказал мне все. Ну, вот все. Вот, я так послушала, но я посмеялась, конечно, над батькой. Батька всегда меня веселит, батька нахуй лучше всех. Причем, я посмотрела на батьку в интернете, ебать, какое у него блестящее ебло. Увидели? Человек светится нахуй. То есть, он, значит, он советует, что от коронавируса помогает хоккей. Костер, сливочное масло. Блядь, и что-то еще я забыла. Сауна, по-моему. Ну, тоже, да, чтобы жарко было. Батька лучше всех. Вот, это вообще, тут нечего обсуждать. Вот, и я, значит, послушала все вот эти новости, и я сделала вывод, что все, что сейчас происходит, вот все решения, да, при всем уважении, при безграничной любви даже, может быть, да, ну, блядь, это все нахуй гон. Это ебаный нахуй гон. Все вот эти решения, это все, сука, гон. Просто, надо просто подождать. Когда люди осознают, что это хуйня. Вот, из-под коня прямо. Просто подождать. Не воспринимай всерьез, пока что. Если все это воспринимать всерьез, и еще об этом как бы рассуждать, вот так, ну, по-взрослому, да, мы ебнемся раньше, чем вылечимся или раньше, чем сдохнем. Поэтому надо, знаете, пропускать мимо ушей. Все-таки это самое ценное мнение, которое мы есть. Вот фильтровать. Знаете, фильтровать входящую информацию. Фильтровать. Как бы учитывать, но как бы фильтровать. Вот, с самого обеда утра, хотела сказать, ну, какое же это нахуй утро, правильно? Вот, перед тем, как отправиться дальше читать про убийство, вспоминать сон, где мы с Филиппом Киркоровым играли в баскетбол. Причем, что самое приятное, да, что самое приятное было в этом сне, это была игра 2 на 2, это не баскетбол был даже, да? Вот, и я играла в команде с трехлетним мальчиком, три года которому, и он играл значительно лучше меня. Филипп играл лучше пацана, который был у него в команде, но ему было 11 лет. Я до сих пор думаю, как назвать нашу сборную. Причем я играла отвратительно. Мне было так стыдно, я думаю, блядь, почему? Ну, что такое? Нет ответа. Во-первых, я вам хочу сказать, что заебись все равно будет. Все равно. Я думаю, вот у меня Сайра там стоит на холодильнике. Я вчера думала про грабли. Ну, я на Гуфа Сайза смотрела и думала, блядь, грабли нахуй. Какие же это, сука, грабли, грабли, блядь, грабли. И я вот сейчас смотрю на Сайру и тоже думаю, грабли. Но грабли так привлекают тебя. Меня только в плане рыбы, конечно. Так вот, что я хотела сказать. Хорошо все будет. Все будет хорошо. Один хуй. Это первый момент, второй момент. Вот сегодня прям последний день, когда вы можете записаться на Бьюти Вик за 500 рублей. Последний, блядь. Попозже покажу это чудо-трансформацию с макияжем. Не поймите, надо сначала Сайры пожрать, потом проблеваться, потом почитать про убийство, потом трансформацию с макияжем. Я знаю, вы любите нахуй спецэффекты, но поверьте мне на слово. Это лучшее, что вы можете купить за 500 рублей. Что вы можете купить за 500 рублей? Сколько там? 8 рулонов туалетной бумаги? 2 пачки гречки? 3? Не поможет вам это, понимаете? Сейчас людям нужно что? Хлеба и зрелищ. Хлеб у вас есть, я надеюсь. Если хлеба нет, тогда 500 рублей вам тоже не помогут. Зрелищ, понимаете? Я не дам вам сдохнуть в ближайшие 2 недели, отвечаю. То есть я беру на себя ответственность за ваше макое состояние. В ближайшие 2 недели точно не сдохнет. Вот, блядь, всё. Я покажу вам всё. Расскажу вам всё. Заряжу вас всем, что имею сама. А я имею. Вот, я уже во всё готовлю. Старт завтра, я напоминаю. 500 рублей. Вот телефон, запись, информация, ватсап. Хорошо? Хорошо. Я не знаю, почему это так смешно. Но это, блядь... А, снежинки, да, полетели? Ну, охуенно. Нормально, блядь. Главное, что они птички. Я не знаю, почему это так смешно. Но это очень смешно, блядь, пиздец. А, снежинки, это смешно, сука. Это гормоны, наверное. Вот беременность, это охуенно удобно. Можно объяснить ей, блядь, всё. Просто всё. Хотя, как бы, ты всегда просто была очень ёбнутой. Но беременность, она как бы говорит... Не знаю, почему пуза виновата. Я вам сейчас, короче, вышлю. Извините, извините, фотографии, которые вы только друзьям отправляете. Вот фотография, знаете, человека, который выложил хуйню и доволен собой, блядь. Просто лучше. Я считаю, что её даже надо на аву поставить. Сейчас проголосуем и решим. Но надо, чтобы было много людей за. Потому что Ава, которая сейчас... Потому что, говорю, Ава, которая сейчас, она очень великолепная. И как бы нужно серьёзный такой перевес, чтобы её поменять. Но всё-таки делюсь. Вот сейчас сокровенно. Я вот, короче, доблевалась до того, что у меня красные пятна пошли по лицу. Но всё равно очень хочется килечки. Вот килечки ёбнуть. Я люблю и ненавижу тебя. Назвается эта ситуация. Я люблю и ненавижу тебя. Знаете, как пела группа Кипелов, как пела. Я люблю и ненавижу тебя. Килечки. Ох, как я ей вчера обливалась. Это был первый раз за 28 почти недель моего обливания. Потому что обливания не прекращаются. И не ослабевают практически. Когда, знаете, я прямо вот просто по коридору шла. У меня так вот был фонтан. Прямо фонтан. Фонтан, знаете. Когда реально облюёшь дальше, чем видишь. Ну а разве меня-то может остановить? Нет. Удобно. У меня, кстати, стол появился. Видите? У меня вот тут стол. А тут есть ещё целый банкетный зал. Пониже. Причём, я только что ела конфеты с золотой ключик. Чтобы вы понимали. Уёбищный такой вкус. Охуенно. Знаете, реально, человеку, который придумал киньку в томате, надо в голову нахуй гвоздь забить. Пиздец, это ужасно. У меня ещё бычки есть. Вы видели когда-нибудь в интернете рыбу... Вы видели, как выглядит рыба-бычок? Я до того, как с Артемием Панкратовым познакомилась, тоже не видела. Посмотрите, я большего уёбка в жизни своей не встречала. А у меня был не один опыт неудачных отношений. Я повидала уёбка. Но посмотрите. Это такое страшное уёбище. Я сейчас смотрю фильм «Рок-н-ролльщик». Вот в этом фильме все долбоёбы. Вот все прямо. Я первый раз такое вижу, чтобы в фильме не было ни одного вообще нормального. Все долбоёбы. Нахует. Все долбоёбы. Все. Просто у этого фильма рейтинг 7,8 на кинопоиске. Как можно смотреть такую ебучую хуйню, блядь? Это же прямо ебучая хуета. Тут прямо всел. Этот фильм состоит из лохов на 100%, нахуй. На 100%, блядь. Я всегда знала, что вот кинома... Вот люди, которые кино смотрят всё время, да, они... 7,8 за это. 7,8, блядь. 7,8 — это пиздец, это почти 10, блядь. Шестой этаж — это... Седьмой этаж — это как шестой, тут она один этаж повыше, блядь. Я в натуре посмотрела этот фильм и поняла, почему Мадонна или Оричи развелись. Потому что, нахуй, как можно жить с таким мудаком, блядь? Это же пиздец, нахуй. Создатель хуйни, блядь. Добро пожаловать в нашу семью. Привет всем мамонтам. Привет еще. Как это называется, когда за один день смотришь третий фильм? Я просто так никогда не делала раньше. Не могу понять, что это. День сурка, блядь. Артем вот сплит-систему включил. Говорит, холодно, пиздец, наверное, чтобы 30 градусов было, чтобы вирус не выжил. Вирус, ебаный, чтобы не выжил, который никак не может попасть в квартиру, потому что квартиру никто не открывает. Никому. Никогда. Мощный ход. Мы смотрим, ну как мы, я, Гай Ричи, король Артур. Пока первое впечатление, что Гай Ричи все еще по-прежнему долбоебный. Видите, я так быстро не разочаровываюсь просто в людях. Я хочу дать ему шанс. Я думаю, может он, как сказать, не зря бабку-то Мадонну ебал столько лет. Я хочу в его фильмах идти ответ на вопрос вообще. Как? Я Ричи наркоман в натуре. Почему бы в фильме про короля Артура не снять Дэвида Бэка-мачо? А, блядь, как, что, где? Противоречие. Нихуя не люблю больше, чем ведьмовство все-таки. Вот все-таки ничего лучше нет.